Всем привет, друзья! С вами Вула, на ваших экранах No Man's Sky, и в этом видео мы поговорим с вами о 5 советах для новичков, которые помогут им побыстрее разобраться... Нет, не быстрее разобраться, на самом деле игра достаточно простая, но есть некоторые нюансы, которые хотелось бы прояснить, чтобы новички не допустили ошибок. Но я лично на своем опыте отметил для себя несколько важных пунктов, поэтому погнали! Во-первых, быстрое передвижение. Вы наверняка в курсе, что в игре можно передвигаться ускорением, либо использовать ракетный ранец, но вот никто практически не использует в принципе в игре удар рукой. А на самом деле, если соединить все эти клавиши, то получится весьма быстрый способ передвижения по карте. И это, наверное, единственный способ действительно быстро передвигаться пешком. Разумеется, быстрее только на звездолете. Для этого вам нужно с рывком побежать вперед, мгновенно ударить и нажать пробел. Таким образом, рывок вас как бы проталкивает вперед, но так как вы уже взлетите, вы, разумеется, будете лететь вперед. После пары попыток вы приловчитесь и будет получаться очень хорошо. Второй совет касается добычи ресурсов. Ваш основной мультитул имеет несколько разнообразных свойств. Одно из них это вот этот такой вот фазовый луч, который способен добывать ресурсы из деревьев, камней и так далее, тому подобного всего, что находится у вас под ногами. Но если вы замечали, то он у вас перегревается. И советую практически всегда, держась его на грани перегрева, потому что чем сильнее он нагрет, тем, соответственно, больше урона он наносит, а, соответственно, и тем быстрее разрабатываются все жилы. Также, так сказать, разделю немножко еще этот совет на несколько подсоветов. Если вы добываете какие-то ресурсы с поверхности, либо под водой немножко, вы можете делать это с помощью звездолета. Просто стреляя по поверхности земли ракетами, лазерами, вы будете собирать всякие простые ресурсы, типа феррита, дегидрогена и так далее, тому подобное. Звездолетом, да, можно собирать и в достаточно больших количествах это все. Но самый, разумеется, простой способ это просто купить все на станции. Но если вам надо сию же секунду и много, то проще, наверное, делать вот так. И третий мини-совет по добыче. Когда вы разрабатываете место рождения, которое вы не можете добывать фазовым лучом, но при этом вам нужно мультитул переключить в режим экстрактора. Обычно он, когда включается, всегда имеет среднюю зону охвата. Поэтому не забывайте, с помощью клавиш R и T можно менять размер. Сразу ставьте на максимальный размер, он третий, просто один раз T нажимаете, и вы будете жилу разрабатывать в разы быстрее. То есть вы не будете долго сидеть на одной жиле. Третий совет касается мультитула, а именно его замены. Потому что стартовый мультитул имеет всего лишь там от силы, по-моему, штук шесть, наверное, ячеек. А вот вам понадобится много ячеек для мультитула. И заполучить этот мультитул с большим количеством ячеек на самом деле не так сложно. И на него даже тратиться не надо. Что я на самом деле в первую очередь был и сделал. Когда приехал на станцию, я посмотрел, о, мультитул какой-то стоит, возьму, куплю его. Но на самом деле это невыгодно, потому что проще на самом деле мультитул найти на планете. В местах, где есть разбитые корабли, вы кроме того, что можете забрать себе корабль, допустим, его починить, или продать на лом разобрать, или самому на нем летать. Кроме этого, рядом с этим кораблем всегда есть маяк, в котором и лежит какой-то мультитул. И, скажем так, полетав по вот этим местам спавна кораблей, вы можете найти реально херенный мультитул, который будет с максимальным количеством ячеек. Единственное, что вам нужно будет сделать, это починить его. И всё. У вас бесплатно практически, ну, максимальный мультитул на старте игры. Четвёртый совет — это усилитель сигналов. Когда вы исследуете какую-то планету, то вы просто активируете ваш визор и бегаете, смотрите, ищите, что есть вокруг. Там нашли жилу, пошли подобывали, нашли какие-то там закопанные данные, откопали, получили. Это всё, конечно, хорошо, но вам желательнее как можно чаще находить какие-нибудь здания заброшенные. И вот в поиске этих зданий разнообразных помогает усилитель сигналов. Просто ставите его на землю, сканируете местность, и он вам показывает ближайшее какое-то вот здание. Это может быть разный абсолют. Это может быть какой-то завод, это может быть заброшенное поселение. Капсула, которая тоже, кстати, полезна, они увеличивают инвентарь вашего экзокостюма. Так что не забывайте пользоваться вот этой штукой, просто поставили его на землю, просканировали, забрали и пошли к тому месту. Ну и последний совет — это задарьтесь ресурсами. Базовые ресурсы, такие как натрий, кислород, углерод, что там ещё, тритий и уран, стоят не так дорого, а они вам очень нужны. Уран и тритий нужны для того, чтобы заправлять ваш корабль. Да, вы можете делать это с помощью топливных ячеек, но это геморройно, нафига это надо? Вы можете взлётный двигатель просто заправить ураном, и всё. А для этого вы просто залетаете на станцию, покупаете у всех прилетающих торговцев вот эти вот пять ресурсов, а точнее четыре, потому что углерод, насколько я помню, купить у них нельзя. Углерод просто добываете с деревьев на планетах, и всё. И всегда имейте под рукой огромное количество этих ресурсов. Они основные, и они нужны вам всегда будут. Для того, чтобы перезаряжать щиты, для того, чтобы перезаряжать систему жизнеобеспечения, для того, чтобы заряжать двигатели корабля и так далее, и тому подобное, заряжать мультитул и кучу всего остального. Они вам всегда нужны. Поэтому в любой непонятной ситуации, когда вы оказались на станции, не поленитесь и отдайте там буквально две-три минуты покупки. Уж поверьте, добывать эти ресурсы сплошной геморрой, например, тот же самый натрий. Это просто пиздец. Если, скажем так, с углеродом у вас просто выбора нету, но вот натрий это просто ужас. На старте игры вы задолбётесь бегать и собирать его с этих цветочков. А во время всяких космических сражений на перезарядку щита он будет уходить только в путь. Ну а на этом всё, друзья. Если вам понравилось это видео и советы были для вас полезными, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео по Неву без мужиков, и играйте только в хорошие игры. Всем удачи! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!